Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Правовое поле». С вами Татьяна Трофимова. Сегодня в центре внимания исполнение законов в сфере долевого строительства многоквартирных домов, обманутых дольщиков и все, что с этим связано. Наш гость, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Дмитрий Валерьевич Тимофеев. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Здравствуйте! Преступление в долевое строительство, подписание договора застройщика. На что нужно обратить внимание людям в первую очередь? Ну, наверное, прежде всего на то, есть ли у этого застройщика вообще право привлекать денежные средства граждан на основании договора долевого участия в строительстве. В принципе, обычному гражданину проверить это достаточно легко. В соответствии с требованиями федерального закона, застройщик, который получил право привлекать денежные средства, на своем сайте должен разместить так называемую проектную декларацию. Из проектной декларации видно наличие права у застройщика на земельный участок, на каком праве он ему принадлежит. И наличие разрешения на строительство, выдано ли оно ему вообще и выдано ли это разрешение на строительство именно этому юридическому лицу, с которым вы собрались подписывать договор и которому вы хотите вручить свои денежные средства. При проверке этой информации на сайте, если все совпадает, договор долевого участия можно подписать, денежные средства желательно застройщику отдавать после регистрации этого договора. Поскольку регистрация договора в органах Росреестра подразумевает под собой дополнительную правовую экспертизу и проверку наличия права у этого застройщика привлекать денежные средства и наличие у него юридических прав на строительство многоквартирного дома. Можно ли гарантировать, что застройщик с хорошей репутацией точно доведет дело до конца и вовремя сдаст объект? Ну, я думаю, здесь нужно говорить про два аспекта. Первое – это наличие юридических гарантий. То, что я, в принципе, только что объяснил, рассказал, на что нужно обратить внимание при заключении договора долевого участия в строительстве. И второе – это, наверное, экономический фактор. Плюс, конечно же, нельзя исключать неправомерные действия руководства, собственников, застройщика, связанные с нецелевым расходованием, а зачастую и с хищением денежных средств, которые получены у граждан на строительство жилья. Ну, к примеру, если говорить о тех проблемных объектах, которые у нас были 2, 3, 4 года назад, действительно, по каждому такому проблемному дому правоохранительными органами выявлялись в случае хищения денежных средств. И виновные должностные лица были осуждены за совершение соответствующих преступлений. Возвращаясь все-таки к вашему вопросу, есть ли гарантии того, что застройщик с хорошей репутацией достроит? Здесь, как я уже говорил, экономический фактор. Я думаю, что организация, которая строит не один многоквартирный дом, она заботится о своей репутации. И организации, которые нацелены на дальнейшее свое развитие, на дальнейшее освоение больших территорий, конечно же, в первую очередь, во главу угла они ставят свою репутацию. И их действия направлены на то, чтобы исключить факты неправомерного использования денежных средств граждан, которые могут отразиться на их репутации и на дальнейшей их работе. Поэтому, все-таки, конечно же, репутация имеет значение, но юридически... Еще раз, проверять и проверять, да, документы? Проверять и проверять, конечно. Под толстой лупой? Документы, да, поскольку к договорам долевого участия в строительстве у нас жесткие требования законом установлены. Ну и, как я уже сказал, не полениться. Сейчас интернет у нас доступен. Зайти на сайт этого застройщика, посмотреть, на каком участке собирается строительство дома, посмотреть на публичный кадастрой картик, который также доступен через сеть интернет, кому этот участок принадлежит. Если все совпадает, мы исключаем большую часть проблем юридических уже на стадии заключения договора. То есть самое важное – это собрать информацию в первую очередь. И потом уже подумать, взвесить все за и против и действовать. Да, конечно. Какие способы обмануть дольщиков сейчас наиболее популярны? Давайте еще раз проговорим, как не получить проблемы вместо своего дома, долгожданного жилья. Ну, первое, самое главное, еще раз скажу, что договор долевого участия нужно заключать с тем юридическим лицом, на которое оформлен этот участок и именно которому выдано разрешение на строительство. В первую очередь участок, да? Участок и разрешение на строительство. Потому что бывает, что предлагают заключить договор долевого участия или на ином основании привлечь денежные средства граждан иные юридические лица, так называемые посредники. Вот в таком случае гарантии, которые установлены законом об участии в долевом строительстве жилья, на эти граждан не распространяются. То есть здесь это первый большой риск. Второй риск, который бы я назвал, это, ну, действительно, наверное, застройщик, который особо неизвестен, стоит все-таки немножко гражданам с экономической точки зрения порассуждать и посмотреть, насколько обоснована низкая цена на то или иное жилье. Потому что зачастую бывает так, что могут предложить квартиры задаром, но в итоге обмануть. Поэтому это, конечно, фактор не юридический, а экономический. Но гражданам в погоне за дешевизной все-таки хотелось бы посоветовать, немножко взвешивать и относиться к этому более внимательно. Дмитрий Валерьевич, при каких нарушениях со стороны застройщика участники долевого строительства официально признаются обманутыми дольщиками? Такие критерии у нас установлены Минстроем России в 2016 году. Критерия два. Первое. Это застройщик просрочил исполнение своих обязательств по передаче квартиры долевикам на срок 9 месяцев и более. И второе условие. В совокупности в течение 6 месяцев на этом объекте не должно проводиться никаких работ. То есть строительство должно в течение 6 месяцев приостановлено. При наличии в совокупности двух этих факторов объект официально признается проблемным и включается в официальный реестр, который в Чувашской республике ведет Минстро Чуваши. А какая процедура следует дальше? Куда людям нужно обращаться? Какие документы предоставлять? Вот все выполнено по первому пункту. Они понимают, что они уже обманутые дольщики. Вот первые два пункта такие, как вы назвали. Что дальше делать? Ну, здесь зависит от того, чем вызвано попадание застройщика этого объекта в этот пресвободный реестр проблемных домов. Если это экономический фактор, а так бывает чаще всего, то здесь у нас речь идет о том, каким путем дальше достраивать этот объект. Здесь у нас подключаются и правоохранительные органы, потому что нужно проверить, насколько в целевом порядке были израсходованы денежные средства, которые получены. Нет ли там признаков хищения, увода этих денежных средств. И подключаются у нас органы государственной власти местного самоправления по поиску путей достройки. Ну, прежде всего, конечно, самый известный путь – это поиск нового застройщика. В принципе, гражданин, имея на руках зарегистрированный договор участия в долевом строительстве, уже обезопасил в какой-то мере себя от необходимости, так скажем, дальнейших каких-то юридических действий. То есть гарантии у него уже есть на основании закона. Он является излагозадержателем этого объекта недостроенного, поэтому просто так лишить его права собственности не может никто. Ну, здесь два варианта развития событий, как правило, как практика показывает, два наиболее распространенных. Первое – без банкротства застройщика ищется соинвестор, который вкладывает денежные средства для того, чтобы этот объект достроить. Взамен получает те квартиры, допустим, которые выше предусмотренного этажа или, допустим, пристрой или дополнительный земельный участок. То есть тот способ, какой изыщет органы местного самоправления и органы государственной власти. Второй путь – это менее приятный, но, тем не менее, он, так скажем, все равно оставляет за гражданами гарантии возможность получения все-таки своих квартир. Это банкротство застройщикам. В законодательстве о банкротстве установлены особенности для банкротства застройщиков, когда имеются в залоге квартиры участников долевого строительства. Вот закон о банкротстве предусмотрел для них дополнительную гарантию. То есть при банкротстве обращение взыскания на заложенные квартиры, недостроенный объект, оно невозможно. То есть этот участок, ой, прошу прощения, эти квартиры, этот недостроенный объект, даже если в порядке банкротства он будет продан, Он лишь будет продан с условием дальнейшей застройки и с сохранением права залога граждан на недостроенное помещение, для того, чтобы в дальнейшем, при его достройке, они могли свое жилье получить. Такие случаи и по первому, и по второму варианту на территории республики были. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас проблемных объектов практически не осталось. На 2017 год у нас остался один объект, это дом по проспекту 9-й Пятилетки. На сегодняшний день он застроен, все работы по его застройке выполнены, и сейчас оформляются документы о вводе дома в эксплуатацию. То есть через какое время получат люди жилье по этому адресу? Я думаю, что если застройщик соберет тот небольшой комплект документов, который у него остался, там буквально связан с исполнением технических условий на подключение его к сетям, может быть уже в этом месяце. Очень хорошо. А вот еще по гражданской 6, что можете сказать? Там тоже были проблемы, насколько я знаю. Гражданская 6 – это объект незавершенного строительства, который застраивает организация «Каратонстрой». Сразу оговорюсь, по тем критериям, которые я назвал, этот объект не попадает в число проблемных, поскольку такие условия там не выдержаны. Но тем не менее, исходя из той документации, которую мы смотрели, анализировали, видно, что у застройщика имеются финансовые проблемы для того, чтобы достроить этот дом. В настоящее время нам известно, что с застройщиком вплотную работают Минстрой Чуваши, ведутся работы по поиску путей скорейшего окончания его строительства, ну и параллельно проводится проверка на предмет целевого использования денежных средств. Именно Минстроем, отделом по контролю за исполнением законодательства об участии в долевом строительстве, истребуется и изучается документация финансовая, связанная с использованием денежных средств граждан. Если будут выявлены нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, материалы будут направлены правоохранительные органы. То есть пока мы не можем сказать по этому адресу, когда люди получат квартиры? На настоящий момент, наверное, нет. Но и говорить о том, что они не получат, мы тоже не можем, конечно же. Да, да. Нужно все эти вопросы сейчас оценить. Но нас, как правоохранительные органы, прежде всего, конечно, будет интересовать проверка, результаты проверки Минстроя по целевому использованию денежных средств гражданам. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. На этом наша программа подходит к концу. Напомню, мы сегодня говорили о том, как не стать обманутыми дольщиками, и что делать, если все-таки застройщик вашего дома оказался недобросовестным. Отвечал на мои вопросы начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Дмитрий Валерьевич Тимофеев. Будьте внимательны и до новых встреч.